Свой выбор сегодня сделали и те, кого еще не так давно мы с вами выбирали. Народные избранники Государственной Думы, областного собрания и Архангельская гордумы голосовали на избирательных участках в своих родных округах. Олеся Кокина продолжит. На выборы, как на праздник, всей семьей депутат Государственной Думы Елена Вторыгина на свой избирательный участок пришла вместе с внуками. Младшую Анастасию даже с собой в кабинку для голосования позвала, пояснив, что в их семье тайн нет. Елена Андреевна уверена, символ в окошечке напротив фамилии и кандидата отдается не столько за конкретную персону, сколько за путь, которым пойдет вся страна. За будущее России, за процветание России, за наших детей и внуков, с которыми я сегодня пришла на выборную кампанию, следующего президента они уже будут избирать, что процветала моя любимая Архангельская область. И я знаю, что это будет. За интересы молодого поколения голосовал сегодня и коллега Елена Вторыгина и депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков. За будущее наших детей, за стабильность нашей жизни, за будущее, за мощь нашей России, за наших родителей, за всех россиян. На избирательном участке 113 активно голосуют соломбальцы. Вместе с ними и депутат Думы, но уже городской Сергей Пономарев и вице-спикер областного парламента Виталий Фартыгин. Мы определяем будущее, в котором мы будем сами жить. Мы будем жить, будут жить наши дети. И это очень важно. Не просидеть где-то дома на кухне, за столом, да, и возмущаясь чем-то, какими-то процессами, а принять участие в жизни страны. Я тоже голосовал за будущее, за то, чтобы в нашей жизни благополучие наше улучшалось. Постепенно, но улучшалось. Поэтому я уверен, что сегодня жители Архангельской области все активно придут и проголосуют тоже за будущее. В Архангельской области сегодня выбирали не только президента. На всех избирательных участках принимали голоса за развитие городов и районов. Второй этап проекта «Комфортная городская среда» – это голосование за красивые улицы, скверы и общественные территории. Я считаю, что каждый не только должен говорить о том, что нам необходимо, а должен принять участие. Потому что от его волеизъявления, от его голоса зависит действительно то, которая частичка нашего красивого города Архангельской будет еще лучше, еще красивее. Архангелы Городцы выбирают из восьми территорий, которые нуждаются в благоустройстве. Их воодушевляют волонтеры и народные избранники. К примеру, Валентина Попова призывает горожан отдать голос за свой Северный округ. Раз мы в Северном округе, мы выбираем объект протока реки Кутничиха. Этот проект не одного дня. Сегодня, если наши жители наберут большое количество голосов, то у нас появится возможность разработать проект, который поэтапно потом будет реализовываться. Тем, кто еще не успел сделать свой выбор, напоминаем, избирательные участки закроются в 20.00. Олеся Кокина, Регион, 29.